Вот два человека подходило и спрашивало, и думаю, что, чтобы не ждать завтрашнего дня, мы этот вопрос осветим сейчас, вот прямо сейчас. Финансирование Алиф-клуба. Откуда же берутся деньги на финансирование вот такого мероприятия? Есть несколько источников. Вот один из источников это то, что на Алиф-клубе, вот у нас как было на одном из Алиф-клубов, что сам человек, который стал приходить на Алиф-клуб, увидел вот все, что происходит, и он начал благословлять финансами Алиф-клуб. Вот мы за эти деньги и кушали, и покрывали наши нужды. Плюс еще один источник, это вот то, что я говорила, цдака для людей и наши внутренние командные пожертвования. Если же что-то мы не перекрываем, не доходит у нас до этого, то мы, конечно, обращаемся в общину за помощью, и община там допокрывает, или как правильно сказать, часть покрывает. Вот. Ну, в основном мы обходимся силами. Если даже в начале, может, это все финансируют, где там на первом этапе, первая там встреча, там община помогает, то потом как бы мы обходимся своими силами, да. Большая часть общины, да. Так что слава Богу. Надо верить, что Господь, Он просто благословит и покроет наши нужды. И мы потому что обязательно молимся за это, обязательно. Мы, когда еще у нас подготовка Алиф-команды, мы четко промаливаем финансовое покрытие Алиф-клуба. Вот. Молимся за людей, которые будут благословлять. Так что, так оно, ну, по молитвам вашим и дано вам будет, да. Так что слава Богу. Вот. Так что, вот так. И я вам хочу еще такое сказать, что вы знаете, что хорошо продуманное, вот именно с административной стороны снятие помещения нужное, потому что мы же не то, что пришли в первое помещение, мы его сняли, потому что оно нам подходит внешне. Мы ходим по помещениям, администратор, руководитель, мы присматриваемся, мы разговариваем с директорами кафе, мы, ну, не были бы мы евреями, мы прицениваемся, мы торгуемся немножко. Потом я вам хочу сказать, у нас Фаина, она, знаете, вот она очень дружит с кухней, вот вообще, с оставлением меню, вот, и когда она была руководителем Алиф-клуба, потом я уже пошла по ее, как бы, стопам, что она даже так, мы так продумаем меню, чтобы оно было с минимальными затратами, но максимальным количеством. Такое бывает. Вот, и где-то что-то, где-то даже каких-то, мы смотрим, были, пошли в эту, мы снимаем кафе-столовую, ну, вы видели на фотографиях, достаточно приличное кафе, но это называется столовая, естественно, там студенческая эта столовая, естественно, там цены дешевле, ниже. Потом нам, когда стали давать эти порции, мы посмотрели на эти порции и поняли, что эти порции можно поделить. Да, вот нас там тоже, нас очень любят в этом кафе, в этой столовой, девочки, которые там работают, нам помогают, именно повара, сами раздачницы, будем так говорить, выходят они в выходной день, там две раздачницы, они, мы их просим, они нам делят эти порции очень хорошо, вот так что и тут экономия, вот, так что, вот так. Надо просить у Бога мудрости, вот, и на финансы, как финансы сэкономить, и как место нужно найти, я говорю, всё, всё, я вам хочу сказать, очень большое, ну, практически это фундамент, алик-клуб это молитва. На чём стоим? На молитве, потому что мы это заранее промаливаем, заранее готовимся, вот, и Бог благословляет. Вот, всё, спасибо. Так, за детское служение я, в принципе, рассказала всё, да? Ну, понятно, что, и даже когда дети во время ужина, во время игр, они где-то двигаются между столиками, тут они в зале, даже если какой-то создают шум, это наши дети, это нам не мешает. Вот, ну, конечно, во время темы и обсуждения мы их забираем. Я хочу сказать, что вообще очень важно детское тоже служение, тут нет неважных служений, но я просто себя вспоминаю, что я пришла в общину, пришла к Богу после того, как пришёл в общину мой сын. Ему тогда было 11 лет, он увидел, он говорит, мама, у них там такое, ну, это было не на алиф-клубе, тогда ещё не было у нас алиф-клуба, но когда он увидел, он попал на твилу, и когда увидел эти, это, это, эти песни услышал под гитару, хороводы, вот эту радость, он прибегает и говорит, мама, там такое, мама, я пойду, я пойду, я, меня пригласили, я так туда хочу, вот, и, конечно, к нему именно его, его, ну, купила в хорошем смысле слова, вы знаете, вот это обращение к нему, как к взрослому, как уже, ну, к хорошему, взрослому человеку, на него его никто не оттолкнул, его никто там, ты маленький, иди, его наоборот вовлекли в хоровод там, там ещё друзей он там нашёл, вот, и потом я пришла за ним в общину, чтобы посмотреть, куда мой сын попал, чтобы в секту никакую не попал, вот, и я пришла, и я вот как пришла, так и пришла, вот, да, и нашла столько друзей, и встретила, встретила старых знакомых хороших, вот, и пришли ещё новые друзья, с новыми познакомилась, так что всегда нужно обращать внимание на детей, которые приходят на Алиф-клуб, потому что даже если может быть, такое случится, что родитель не пойдёт дальше после Алиф-клуба, ну, по каким-то причинам, но если ребёнок, он зацапится за Бога, знаете, как ребёнок, так и искренним детским сердцем, вот, то возможно, что и вся семья потом спасётся и придёт к Господу. Руководитель группы, руководитель столика мы ещё называем, лидер столика, в его команду входит помощник, ну, ещё таких помощников, ну, допускается, что их даже может быть два, если достаточно большой клуб и большие столики. Да, да. И вот я сейчас немножко хочу остановиться именно на этом служении. Лидеры и помощники, ну, вот, чтобы понять, немножко быстренько нарисую, что такое лидер, что же такое руководитель столика. Вы знаете, когда приходят люди на Алиф-клуб, мы их рассаживаем за столики. Вот там вот вы видели, вот, например, таких у нас на Алиф шесть столиков стоит. Ну, вот, приблизительно. И на каждом столике два человека, служителей. Это лидер и помощник. И вот за этот столик приходят люди, и мы подсаживаем людей за этот столик. Вы знаете, мы говорили о том, что в команде есть люди, мы формируем команду с людьми, которые имеют различные дары и таланты. У нас есть люди различного возраста в команде. Есть более старшие, есть более молодые. И уже мы немножко на это обращаем внимание, когда рассаживаем людей. Хотя всякие бывают нюансы. Бывает, к молодому, к молодым руководителям подсаживается человек старше среднего возраста, и у них замечательные отношения, замечательное такое, получается, замечательное такое, ну, общение, да, и беседа. Но все-таки у нас есть сестра в команде, у которой явный дар служить пожилым евреям. Явный. И мы знаем об этом. И мы ее пригласили в эту команду. И у нее как раз за столиком сидят люди, которые ходят в синагогу, женщины. И она с ними имеет прекрасное взаимоотношение. У нас есть столик, где сидят два молодых служителя, две молодые женщины. И у них команда молодых, ну, сидят за столиком не команда, а сидят за столиком молодые женщины. И есть о чем с ними друг с другом поговорить. У нас есть столик, где сидит семейная пара, муж с женой. И тоже мы к этим людям уже стараемся среднего возраста посадить людей, которые семейные, да, которые с семьей приходят. Им тоже это интересно. Лидеры и помощник, они должны составлять приблизительно одну треть участников клуба. Если можно такую пропорцию, вот одна треть людей на клубе, все, если взять всех людей, это должны быть лидеры и помощники. Если за столиком сидит два человека, служителей, лидер и помощник, то сколько мы к ним приблизительно подсадим людей? Четыре, пять, шесть человек. Когда больше, это уже немножко многовато. Но шесть человек, это у нас такое допустимое количество людей. Один человек эффективно занять троих людей, неверующих. Это максимум троих, чтобы был больше эффект. Вы знаете, и вот как раз лидер и помощник, вот эти люди, ну, такой отбираются, ну, тщательно. Знаете, лидером может стать человек, который вот имеет, ну, такой явно, ну, такие задатки евангелиста, вот лидером. Ну, я вам хочу сказать, что этот человек, он не должен иметь обязательно многолетний стаж верующего человека. Но этот человек, он должен уметь общаться с людьми. Он должен быстро входить в контакт с человеком. Он должен, знаете, даже своим внешним видом, он показывает, насколько он рад, насколько он, ну, имеет просто действительно радость от общения с этими людьми. Я вам хочу сказать, что такие люди, они, как правило, очень быстро сходятся с новыми людьми, правда же? Хорошо к ним относятся. Вот это вот первые такие проявления вот этого дара евангелиста. И вот, и помощник, конечно, подтягивается тоже. В каждой группе у нас один, ну, и бывает два помощника. Помощники обязательно тоже должны пройти все обучение Алиф-команды. Это могут быть сравнительно молодые верующие, помощниками. Помощники – это люди даже, которые прошли, были на прошлом Алиф-клубе как слушатели, а сейчас они пришли уже как помощники руководителей столика. Так у нас и очень часто было. Тот же самый Виталик, он тоже пришел на следующий Алиф-клуб как помощник. Людочка, его супруга, тоже пришла. Много людей. Просто зацепились за Виталика, что уже его тут все знают. Я скажу, что здесь его уже все знают. Мы приедем с Фанечкой, да. Да, хорошо. Знаете, те, кто обычно недавно прошел этот курс, вот они обычно, значит, особенно чувствительны вот к страхам и сомнениям новых людей. Вот они сами помнят, они сами это проходили, они сами недавно были в этом состоянии, вот. И они просто помогают этим людям, которые новые, уже, знаете, не с высоты человека, который несколько лет уже с Богом, а вот только-только, я такой же, как ты, получается. Вот. Они могут, ну, понять их. Значит, говоря ему, знаете, как вот, ты знаешь, мне тоже было вот это в свое время, вот недавно мне тоже было трудно это понять или трудно принять. Ну, ничего. Ну, это так, что вот я тоже был такой же, как и ты. Да. Дело в том, что вот вы сказали задушевный уровень, он так и начинается, Алип Клуб, сначала, вот на душевном уровне. Мы же что начинаем делать сначала? Мы начинаем сначала дружить с людьми. Мы дружим с людьми. Мы начинаем им рассказывать о себе. Вы знаете, когда собираются еврейские тети или дяди, они обязательно, они, во-первых, все о вас выспросят. Сколько у вас детей, где вы работаете, есть у вас муж или нет у вас мужа, есть у вас жена или нет жены. Вот этот дядя Миша, он все же пытался потом меня выдать замуж. Да, он пристроить меня хотел. Ну, вы знаете, это просто сердце, еврейское сердце. Понимаешь, что всем было хорошо вокруг. Вот. И потом, вы знаете, когда мы начинаем дружить с людьми, когда люди начинают рассказывать о себе, когда они начинают говорить о своих семьях, когда они начинают приносить фотографии своих детей, вы знаете, считайте, что вы завоевали их доверие. Вы вошли в их доверие. Когда они будут приглашать вас домой к себе, вы знаете, вы можете поставить себе плюс вот именно как человеку, руководителю, вот именно вот этого тоже, лидеру столика или помощника. Так. Да. Вы говорили о том, что как собирается команда руководителей, лидеров, что вы можете поставить. А как собирается команда включающих? Именно тех людей, которые пришли на Али в клуб. Что вы имеете в виду, как собирается? Ну, вот она уже в полтора месяца, это команда. Так. Бывают случаи, что, допустим, из этих приглашавок, допустим, могут попасть туда на Али в клубах, которые вообще там не подготовлены, там не... Ну, я, наверное, поняла ваш вопрос. На Али в клуб как раз и попадают люди, которые вообще ничего не знают о Боге. Или где-то что-то слышали. Люди, ну, грубо говоря, вот с концертов, с улиц, вот просто люди, которые... Они хотят чего-то другого в своей жизни. Вы не видите записи заранее, которые придут на эти столики 4-5 человек? Нет, мы не знаем. Для того, чтобы больше понять, есть первая встреча уже новых людей. Это называется первый ужин. Первый тоже, ну, праздничный ужин, где приходит максимум людей из предыдущих концертов, приглашалок, там, личных пригласительных. И на этом первом ужине обычно максимум людей. И мы не делаем на первом ужине, когда много людей, первая встреча, мы не делаем отдельные столики. Мы больше делаем их как общий. Да. И уже... А наши люди, служители, лидеры столиков, помощники, они же уже заранее знают, кем они являются. Они уже знакомятся с людьми. То есть это, ну, это практически оно, большее будет видно, понятно. Мы будем проводить среди вас встречу клуба. То есть и каждый уже, ну, поймет больше, может, нюансов, которые еще, может, были не озвучены. Поэтому на первом, на первой встрече больше вместе собираются, нераздельно по столикам. Но при этом служителя уже ознакомятся, уже приблизительно. Плюс молитва. Бог как-то дает взгляд, ясность, понимание, мудрость, вот это чувство доброе. Как этим людям сделать максимум, чтобы им на следующей встрече было друг с другом удобно. мы уже об этом, Алиф, первом ужине, мы хотели рассказать завтра, но коснулись сегодня, слава Богу. Вот, у нас был случай, когда после концерта большого у нас пришло на Алиф-клуб 120 человек. И слава Богу, что Господь дал нам мудрость и сердце, и мы всех людей приняли. У нас в той же самой столовой, мы были в кафе в этом, мы подготовились, и когда пришло 120 человек, каждый был человек усажен, накормлен, никто не был не обделен вниманием, все были обласканы, каждому уделили внимание, вот. Из них, но эта статистика, может быть, мы завтра будем об этом говорить, об этой статистике, у нас есть статистика, сколько людей было, приблизительно прошло у нас Алиф-клуб, и приблизительно сколько людей у нас остаются в общении. Конечно, не все остаются. Есть разница, первая встреча и последующие Алиф-клубы, то есть на первую встречу, вот после концертов, после вот такого, знаете, массовой евангелизации, привлечения новых людей, приходит максимум людей. Вот Ирочка же говорит, часто это очень много, 120 человек, 100 людей, 100 человек, 80 человек было. Мы стараемся им максимум уделить внимание. И, конечно же, уже на встречу Алиф-клуба, уже на следующую приходит меньше людей, потому что на первой встрече они уже не так, как на концерте, а уже в близкой аудитории узнают все-таки еще цели, основные цели Алиф-клуба, что они понимают, что тут будет говориться о Боге, и не все принимают до конца это решение. То есть мы говорим, ну более такое, там, даем нулевую тему, что такое быть верующим человеком, там, что это не скучно, это не старомодно, то есть даем вот такие вот небольшие темы. И уже на следующий Алиф-клуб приходит, конечно же, меньше людей. Но такое количество людей, мы, понятно, мы и не можем обхватить. Вы понимаете, какое количество служителей должно быть, чтобы повести клуб в... Может, Бог даст и дает где-то в других церквях или в других общинах на такое количество люди служат. Но обычно клуб — это все-таки меньше людей. И пускай их будет несколько клубов, но на 100 человек очень как бы это тяжеловато. И мы еще говорили о том, что... Ну, в принципе, то, что я сейчас просто мысли поймаю, то, что я не закончила. Вот поэтому у нас бывает, что если больше людей, у нас рассчитано на двух помощников столик, если меньше руководитель и помощники, этого достаточно. Очень важно взаимодействие руководителя и помощника. Мы предлагаем, когда уже в конце Алиф-подготовки определяются люди в служении, какое служение кто несет в Алиф-клубе. И когда выделяется явно руководитель группы и его помощник, мы предлагаем этим людям встретиться, помолиться вместе обязательно, оговорить какие-то моменты, которые действительно помогут этим людям потом такой иметь хороший тандем, взаимодействовать хорошо во время обсуждения темы, во время прохождения самого Алиф-клуба. И вот как хорошо, когда вот здесь уже включается вот то единство, то сплочение, которого мы добились уже будучи, когда мы готовили Алиф-команду. Полтора этих месяца. Вот это пара. Это может муж, жена быть, две сестры, например. Мы подбираем этих людей, смотрим, кто же там может служить за этим столиком. Это, конечно, уже исключается, когда молодой брат и молодая сестра не замужние. То есть вот эти вот вещи мы исключаем, точно так же при молитве, точно так же, как помощники, руководители столика, чтобы не было никаких неожиданных сюрпризов. И вот я тоже хотела об этом сказать. И особенно, вот Ники Гамбл тоже советует, особенно если люди помолвлены, тоже не надо, чтобы они служили, потому что, ну, всякие бывают нюансы, чтобы потом не было недоразумений. Вот. И само прохождение вот Али в клуба садится помощник и руководитель. Они садятся так, чтобы они конкретно могли охватить свои внимания всех людей, которые сядут за их столик. если вот стол, если сидят люди, вот я приблизительно шесть человек, куда вы посадите двоих вот руководителей и помощников? Как вы думаете, рядышком? Можно посадить здесь, можно посадить вот здесь. Для чего? как мы уже говорили, что люди во время обсуждения темы, они могут говорить и высказывать каждый свое мнение, и мы все мнения выслушиваем. мы уважаем мнение каждого человека. Мы с ним не соглашаемся, но это мнение этого человека. Каждый человек имеет право на свое мнение. Это потом уже наша задача, как людей верующих, донести истину до этого человека. И вот попадается такой же опять товарищ, как Виталий Карманович, который будет говорить о инопланетянах, о том, что человек произошел, он не верил в то, что человек произошел от обезьяны, однозначно, но он знал четко, что человек произошел от чего-то того, что спустилось на землю и началась жизнь на земле. Он очень много говорил, он очень много привлекал на себя внимание. И все же его слушали вот так сначала. Знаете, первый момент, а все же хотят послушать, о чем же говорит вот Виталик, а он красиво говорил. Он говорил умно, он говорил так вот, вот все в цветочках, знаете, как вот. И вот у нас был такой брат хороший, Володя. У нас есть такой брат. Вот мы тогда были с ним в команде. И он очень хорошо подсел вот Виталику сюда, то, что Фаина показывала. Вот охранил его немножечко так от людей. И все выслушивал. Вот эти были уши. Понимаете? Или когда, например, человек начинает очень много говорить, руководитель так внимательно смотрит на помощника. Помощник его, конечно, понимает с полувзгляда. И сразу поворачивается к этому человеку, который много говорит. Как интересно вы рассказываете. А ну-ка, вот я еще этого не слышал. Может, те все слышали, но я вот еще этого не слышал. И начинает принимать от этого человека вот эту информацию, или даже не информацию, а то, что просто, потому что мешает. Потому что есть люди, которые даже, может, и говорят правильные, хорошие вещи, но они мешают другим людям за столиком раскрыться. Люди же бывают разные. Люди бывают стеснительные, люди бывают говорливые. Я, когда пришла в общину, я вообще молчала. Я вообще не говорила. Я на всех служениях молчала. Я везде молчала. Ну, вот такая была. И есть много таких людей, которые, знаете, незнакомая обстановка, незнакомые люди. А тут еще что-то говорить надо. Очень хорошо, когда попадается руководитель, который вдохновляет людей говорить. Мы, кстати, будем говорить, вот завтра мы поговорим именно о служении руководителя более глубоко. Что он должен делать, как он должен вдохновлять людей, как он должен служить этим людям. Это очень хорошо. Но это все-таки, знаете, что нужно помочь этому человеку. И чуть-чуть немножко привлечь внимание того человека, который мешает раскрыться другим людям. В принципе, я вот немножечко начала говорить уже об этом служении. Но завтра я вам расскажу уже более глубоко, более детально об этом служении. И еще, вот там еще последний квадратик у нас, творчество. И вы знаете, вот сюда бы я, может быть, написала творчество. Вот так вот даже узнали, хватит. Ведущего. Потом подготовка программы на каждую встречу. Игры. Еще одна часть музыкальная. Пока я не пишу прославление, пока пишу такая музыкальная часть. В эту группу могут входить несколько человек, алиф из алиф команды. Эти люди, которые входят в творческую группу, они могут быть помощниками руководителей, столиков. Они могут быть даже руководителями столиков. Именно в команду, когда входят. Это может быть... Ну, даже в какой-то части может даже руководитель принимать участие в творческой части. Администратор. Молитвенник нет. Детский служитель тоже у него не получится. Потому что он все равно, он всегда смотрит за детками. И вот обязательно, али-на-ли, встреча должен быть ведущий, который принимает людей, который встречает людей, который говорит какие-то хорошие вещи в самом начале, какие-то майсы рассказывает, анекдоты, какие-то истории хорошие, которые как бы зажигают людей. Потом в эту творческую часть должна быть обязательно включена подготовка программы на само прохождение алиф-клуба. Встречи, игры, они собираются в творческой части. Они продумывают, как это будет проходить алиф-клуб, что там будет сегодня, какая игра будет. Вот мы написали дальше игры. А какие же игры? Кто-то из людей готовит эти игры. А вы любите играть в игры? Любите. Поиграем. Какие-то игры, какие-то викторины обязательно подготавливают. Сейчас, слава богу, есть интернет, где можно покопаться, где можно всего много взять. И музыкальная часть. Ну, прославление еще можно назвать. Это очень хорошо. В идеале это музыкант, например, который или с гитарой, или на клавишах. Он стоит и помогает прохождению этого клуба самого тем, что вначале играет какую-то песню. У нас очень хорошо игралась песня. Дима Шумский нам играл Эвену Шелом Алейхем вначале. Потом какие-то еврейские песни, какие-то детские песенки мы подыгрывали, играли. Викторины музыкальные всевозможные, если есть. Но если нет возможности, ничего страшного. Мы используем сейчас такие, опять же, технические средства, как ноутбук. Потом такой диск, где плеер, да, этот плеер. Мы подбираем тоже песни, мы их ставим и поем под музыку. У нас есть фонограммы, просто фонограммы. Мы поем, танцуем. Не знаю, вот у Фаина на клубе, у них был такой танец завершающий. Всегда они становились все вместе и делали такой завершающий танец. Такой хороший, добрый, с движениями танец. Кстати, все очень хорошо принимали участие в этом танце. И вы знаете, что у нас в это воскресенье, у нас один парень, он взял гитару. Он не очень поет хорошо, он не очень сильно музыкальный, там, виртуоз. И он пел под гитару, вот открыл вот этот песенечек. И вот он пел под гитару песни, Хаванагилу там пел. И все ему подпевали, вот как кто может, вот, и аплодировали. Это тоже было очень хорошо. Ну вот я, в принципе, рассказала немножко о всех таких служениях, которые есть на Али в клубе. Был вопрос, если пришло людей больше, ну и те, которые реально, ну, могут помочь, у которых нет проблем. Мы сейчас таких людей коснемся. Очень хорошо, когда есть команда вспоможения. Очень хорошо. У нас, например, когда мы накрываем столы, мы накрываем их сами. Помощники, руководители столика подходят и накрывают их сами. Ну, хорошо, если есть 2-3 человека, которые будут это делать, помогать, накрывать столы, носить, например, от кухни и накрывать столы людям во время ужина, ну, перед ужином. Хотя эти люди не входят ни в малую группу сюда, они не ходят ни в детскую, например, они не ходят там в молитвенную группу. Это отдельные люди. У нас был пример прохождения Али в клуба в редакции, у нас такая редакция есть, газеты Рио Бердичев. Мы даже там делали клуб. Там понятно, что не было никаких условий, ну, в смысле кухни, была вода, был слив и отдельная комнатка. И у нас были сестры, которые приходили, которые резали бутерброды, которые сделали закупки, приходили, приносили, нарезали бутерброды, готовили нам чай, разливали, это все приносили. И тоже было очень хорошо. Всегда может быть человек, который в транспортном служении может послужить, отвезти людей, потом приехать и отвезти людей домой. Или привезти аппаратуру. Ну, какие еще могут быть, например, служения такие еще помимо вот этих. Да, убрать, да, да, убрать. У нас были братья, которые приходили до Али в клуб, а туда же в Бердичеве, и они ставили столы, потому что там, ну, редакция. Вот, представляете, редакция уже была, одни стали сдвинуть, другие поставить, накрыть скатертями, там, принести чемодан с чашками, там, с этим. Вот тоже такие люди были. Или которые занимались отдельно закупками. Так что каждому человеку, если человек, у него открыто сердце, он хочет служить, но пока по каким-то причинам он не в Али в команде, ну, всегда можно найти какое-то ему занятие. И в конце я еще хочу сказать, что, вы знаете, что очень важно понимать, что Али в команда, Али в клуб, это не отдельное служение в общине. Или от общины. Это не община в общине, или как, ну, как можно сказать еще. Это конкретное служение общины, это подотчетность, это послушание, это духовное покрытие от наших властей, это помощь, это поддержка молитвенная. Вы знаете, что все люди, которые в Али в команде, они, ну, не все, но, я говорю, они могут также участвовать в каких-то других служениях общины. У нас есть люди, которые в Ашерском служении и в Али в команде, которые на домашних группах и в Али в команде. Если человек, вот он хочет, и для него это, ну, просто служение в радость, для него нет нагрузки, ну, мы тоже видим, мы тоже просим Бога мудрости, чтобы не было людям перегрузки большой. Но если человек с радостью несет эти служения все, пожалуйста. Так что, например, я, как руководитель сейчас вот этого Али в клубе, который сейчас проходит, я полностью подотчетна своим пастырям. Они знают всю обстановку, они мне помогают. Вот, так что советуют. Вот, так что вот такие. Такое вот. Вот, вопросы какие-то еще, может быть, по Али в структуре. Давайте сейчас, может, какие-то вопросы есть именно по Али в структуре. Но сразу говорю, что завтра я более глубоко раскрою тему руководителя домашней группы и помощника. Да. Али в структуре.